Здравствуйте! В эфире Финтаймс и Карбарем в студии Мединогурбанова. И в сегодняшнем выпуске поговорим о темпах роста турецкой экономики в будущем в США во время президентства Дональда Трампа и других актуальных темах дня. Масалинский промышленный квартал активно расширяется. Согласно данным Агентства развития экономических зон Азербайджана, в ближайшее время в кластер планируется привлечь дополнительные инвестиции в 4 миллиона 100 тысяч монатов. Это позволит создать еще 160 рабочих мест и расширить производственные мощности уже действующих предприятий. На сегодняшний день резиденты квартала уже вложили в производство более 2 миллионов монатов и обеспечили работой 70 человек. Общие инвестиции в промквартал превысили 6 миллионов монатов, а объем произведенной продукции составил 14 миллионов 200 тысяч монатов. Благодаря государственной поддержке Масалинский промышленный квартал демонстрирует устойчивый рост и делает значительный вклад в развитие экономики региона. 2025 год станет поворотным моментом для турецкой лиры, которая выделяется как самая эффективная валюта в текущем году. Директор по исследованиям Deutsche Bank в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке Кристиан Виа Тоско в интервью CNBC поделился ожиданиями развития турецкой экономики в будущем году. Банк не ожидает снижения процентной ставки на каждом заседании Центробанка Турции в 2025 году, но прогнозируется снижение процентной ставки в целом на 20 пунктов, отметил Виа Тоско. Он также добавил, что турецкая лира продолжит свой рост, несмотря на то, что этот процесс замедлится в первом половине текущего года, он восстановится во втором полугодии. «Наши взгляды на Турцию конструктивны. У Турции очень хорошая история. Турция – прекрасная страна. Она многое сделала в этом году, но существует немало неопределенности. 2025 год станет поворотным моментом для Турции. Первое снижение процентной ставки в стране может произойти в декабре на полтора процентного пункта. Процесс управления ожиданиями Центрального банка Турции будет играть важную роль. Насколько будет повышена минимальная заработная плата, также будет иметь решающее значение. Ставка выше 30 процентов затруднит прогноз инфляции. Каждое 10-процентное повышение минимальной заработной платы увеличивает инфляцию на 3-3,5 процента». На фоне западных санкций Россия и Индия углубляют сотрудничество в энергетической сфере. Новым этапом стал долгосрочный контракт на поставку в Индию российской нефти в объеме около полумиллиона баррелей в сутки. Так, Роснефть и Reliance подписали крупнейшее в истории соглашение, стоимость которого в текущих ценах составляет 13 миллиардов долларов в год. По данным Reuters, цены и объемы будут пересматриваться ежегодно. Таким путем Россия обеспечит стабильный сбыт нефти вопреки западным санкциям, а Индия снизит зависимость от других поставщиков и выигрывает на дешевизне российской нефти. Отмечается, что эта сделка охватывает половину процента общемировых поставок нефти. Транспортировка сырья начнется с января и продлится в течение 10 лет с возможностью продления соглашения еще на 10 лет. Между тем, аналитики отмечают, что сделка, которая принесет обеим странам значительные экономические выгоды, может существенно повлиять на мировой энергетический рынок. Соглашение демонстрирует растущее влияние на нем России и Индии и способно привести к перераспределению долей ведущих игроков рынка нефти. Тему продолжим с гостем на прямой связи с нашей студией Турал Гаджиев, партнер компании Deloitte. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Итак, как было отмечено ранее, между Россией и Индией заключено колоссальное по масштабам соглашение об экспорте нефти. Идет речь о 500 тысячах баррелей в сутки. Учитывая вот объемы экспорта, как Индия может их распределять? Идет ли речь о внутреннем потреблении или все-таки о дальнейшей продаже закупленных у России энергоресурсов? Ну, однозначно, ответить на этот вопрос очень сложно, потому что уже на сегодняшний день, последние несколько лет, 22-го года, начиная, суточный экспорт нефти из России в Индию составляет, где-то по оценкам аналитиков, озвучилась цифра 300 тысяч баррелей в сутки, потом увеличилась до 400 тысяч, сейчас подписан контракт на 500 тысяч. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о том, что уже сейчас в Индии существуют определенные нефтеперерабатывающие заводы, которые привыкли к, скажем, настроить технологические процессы. Недавно построен новый завод по нефтепереработке с объемом 65 миллионов тонн нефти в год и строятся еще дополнительные мощности. То есть в Индии уже сейчас есть несколько нефтеперерабатывающих заводов, которые используют российскую нефть, технологические процессы в соответствии с этой нефтью уже выровнены и поэтому говорить о том, поэтому подписываются долгосрочные контракты, потому что, как известно, вообще в целом нефтепереработка очень тяжелая на изменение качества нефти отрасль. Если технологические процессы настроены под тот же Юрлс, который приезжает из России, на танкерах приплывает из России, то все эти крупные нефтеперерабатывающие компании стараются подписать как можно долгосрочные соглашения для того, чтобы не менять каждый год поставщика и, соответственно, очень сложный, болезненный и дорогостоящий процесс переработки нефти, изменения технологических процессов переработки нефти на заводах. Поэтому это, скажем, данная новость не что-то новое, уже давно достаточно большой происходит объем переработки нефти в Индии, экспорт российской нефти в Индию и просто из-за того, что есть большое количество перерабатывающих заводов, которым интересно играть в долгую, поддерживать максимально долгосрочные контракты и долгосрочные поставки стабильных поставщиков, подписывается контракт на 10 лет на полмиллиона баррелей в сутки, что является увеличением существующих мощностей на более чем на 20%. Тут бы хотел еще один момент отметить, что с точки зрения потребления нефти одна из крупнейших экономик мира сейчас растет максимальными темпами и внутреннее потребление в Индии непосредственно нефти тоже растет. Поэтому и одним из ключевых драйверов роста цен на нефть и поддержания цен на нефть на тех уровнях, которые сейчас есть, является растущее потребление из Индии. Поэтому, скорее всего, там те дополнительные 100 тысяч баррелей в день, которые уже подписаны к существующим 400 тысячам, то есть более полумиллиона параллель в день. Вполне возможно, есть внутренний рынок для потребления в Индии и может, конечно, быть использованы различные возможности для реэкспорта, но в основном это покрытие внутренних потребностей Индии. И для Индии сейчас необходимо находить относительно дешевую нефть, потому что рост потребления нефти не должен сказываться на эффективности производственных мощностей. И эта нефть также является относительно других сортов нефти дешевле. Другой момент, что цены на нефть до этого, если продавались со скидкой на 10 долларов, 12 долларов от премиальных сортов, то сейчас эта скидка упала на достаточно маленькие назначения, то есть 3-4-5 долларов от цены на дубайской бирже. Поэтому в целом говорить про то, что как-то Индия покупает дешевле и перепродает дороже, тоже не приходится. Само собой есть определенные возможности для реэкспорта, обхода санкций, о которых мы там говорили. Но в целом экономическая необходимость у индийской экономики в российской нефти уже есть и она на сегодняшний день увеличивает потребление и в мире является ключевым драйвером увеличение спроса на нефть и нефтепродукты. Говоря про 10-летний контракт, опять же, причина 10-летнего контракта заключается в том, что для нефтеперерабатывающих заводов интересно работать с одним типом нефти в долгосрочной перспективе и поэтому подписан такой контракт, скорее всего. Вот еще одна интересная новость, которую хотелось бы обсудить. Согласно оценкам немецкого Deutsche банка, экономика Турции в следующем году будет расти, а инфляция замедляться. Так вот, на основе каких показателей мог быть сделан такой вывод и чего ждать в долгосрочной перспективе, учитывая политику, которую проводит государство? Ну, несколько позитивных новостей было ли экономики Турции за последний год. В первую очередь из последних новостей это повышение фичам и стандартам курс, существующего кредитного рейтинга суверенного Турции. С одной стороны, с другой стороны, повышение как бы частных рейтингов коммерческих банков и ценных бумаг, которые упущены коммерческими банками на, конечно, это не уровень инвестиционный грейд, типа того же BBB- или что-то еще. Конечно, все еще рейтинги находятся не на достаточно высоком уровне, но есть позитивная динамика и все ключевые, уже последние полгода все ключевые рейтинговые агентства отмечают позитивную динамику как в макроэкономических показателях, так и в финансовых показателях страны. Кроме вопросов, связанных с изменениями как бы на финансовом рынке, все эксперты отмечают правильные шаги, выставленные со стороны Центрального банка, Национального банка Турции и ключевых финансовых регуляторов в Турции, которые позволили в очень кратко, относительно кратчайшие сроки стерилизовать достаточно большое количество ликвидности на рынке, снизить давление на турецкую лиру и обеспечить относительно приемлемые там те же 30-40 процентов инфляции в сравнении с там более чем 100 процентов инфляции за последние несколько лет. То есть в целом все показатели макроэкономические в турецке находятся. Я бы не назвал, что сейчас это конечно все очень позитивно, но тренды позитивные, то есть снижение инфляции, снижение внешне торгового дефицита, увеличение, потенциальное увеличение ВВП. Но самое главное, на что обращает внимание банки, рейтинговое агентство, это предсказуемость экономической политики Турции, которая в последние годы подвергалась сомнению, но за последние два года существенно изменилась и после 2023 года, после принятия нескольких решений внутри организационного характера и смены команды управления финансовым сектором внутри Турции, экономика Турции сейчас показывает позитивные тренды и это отражается как в прогнозах того же Deutsche Bank, который даже прогнозирует определенную дезинфляцию в Турции, что не является хорошим показателем сам по себе, но для экономики Турции это жизненно необходимо снизить инфляционную нагрузку на бизнес. С другой стороны, рейтинговые агентства тоже отражают в своих ключевых рейтингах, уменьшаются риски в стране, увеличиваются возможности для бизнеса, но все еще есть, несмотря на все эти позитивные моменты, есть определенные негативные моменты, прежде всего связаны с доступом к финансированию, которое существенно ограничено и банковское кредитование сейчас должно заново придумывать на ходу различные методы, с помощью которых вливание в средний бизнес, крупный бизнес и мелкий бизнес со стороны банковского сектора начнет увеличиваться. Причина была банальна, очень высокие ставки кредитования связаны с очень высокими ставками рефинансирования центробанка, вот потенциально процесс дезинфляции, потенциальный процесс снижения ставок внутри Турции, вот эти те аспекты, которые потенциально могут начать стимулировать экономику и к 2025 году может произойти изменение в этом направлении. Хотелось бы поговорить еще об экономике США, так накануне сын избранного президента США Дональда Трампа, Эрик Трамп, заявил о том, что в скором времени Соединенные Штаты превратятся в киберцентр всей планеты, многие эксперты ожидают также технологический рывок в период президентства Трампа, объясняется это тем, что ожидаются кадровые перестановки и предпочтение будет отдаваться вероятнее всего молодым и амбициозным специалистам. И речь идет о самых высоких должностях в различных структурах. Вот стоит ли действительно ожидать такого технологического рывка в США, насколько это возможно? Смотрите, показатели экономики Соединенных Штатов Америки последние несколько лет находятся в очень позитивной зоне, и несмотря на инфляционное давление, повышение цен на внутреннем рынке, уровни безработицы, которые работают с основными макроэкономическими показателями в росте ВВП Соединенных Штатов Америки, показывают очень позитивную динамику и является одним из самых лучших показателей по миру. Да, конечно, рост ВВП может быть не таким большим, но для развитых стран те показатели роста, которые показывает экономика Соединенных Штатов Америки, это очень хороший показатель. Говоря про технологический сектор, я бы, наверное, отметил несколько факторов. В первую очередь, бизнес надеется на то, что экономика Соединенных Штатов Америки будет более конкурентоспособна за счет дерегулирования. Крупные технологические гиганты на сегодняшний день, очень большое на них давление оказывается с точки зрения создания новых продуктов и возможности разработок инновационных продуктов и внедрения новых НИОКР, инвестиций в НИОКР, по причине того, что многие шаги, которые нужно делать, существенно по времени растягиваются и в конкурентной борьбе с теми же крупными экономиками мира, включая ту же Европу в меньшую степени, но тот же Китай и Индию в большей степени, особенно в показателях вывода новых продуктов на рынок, Соединенные Штаты Америки сейчас перерегулированы и существует достаточно большое давление на бизнесы с точки зрения того, чтобы необходимо снижать каким-то образом именно регуляционные сложности внутри бизнесов Соединенных Штатов Америки. Трамп планирует посредством, как вы точно отметили, новых назначений на ключевых секторах экономики, таких как IT, здравоохранение, все остальные ключевые инновационные направления, рассмотреть этот вопрос и существенно уменьшить количество регулирующих законопроектов для того, чтобы облегчить бизнесу возможность создавать новые продукты в кратчайшие сроки. Основной вопрос связан с политикой регулирования новых продуктов. Например, та же компания Илона Маска переехала из Калифорнии, переводится в квартиру в Техас, потому что, по оценкам того же Илона Маска, калифорнийское законодательство существенно снижает темпы утверждения новых технологических продуктов и из-за этого снижается и конкурентная способность. Этот план, который осуществляет на уровне переезда с одного штата в другой штат Илон Маск, поддерживает другие крупные технологические гиганты, находящиеся в Силиконовой долине. Для них вот этот вопрос критически важен. С другой стороны, есть внутренние проекты по стимулированию увеличению производства полупроводников, например, там ЧИП-Акт называется, сокращение акроним, по увеличению производства высокотехнологических чипов на территории Соединенных Штатов Америки. Финансирование этих проектов потенциально может быть свернуто, потому что Трамп не планирует увеличивать нерыночные методы поддержки компаний. С одной стороны, это не очень хорошо. Кажется, что придется снижение государственной поддержки определенных секторов в Соединенных Штатах Америки может привести к снижению деловой активности в этом направлении. Но с другой стороны, если смотреть в корень проблемы, то подход Трампа следующий. Давайте мы отойдем и дадим им возможность работать минимальным регулированием секторов. Это потенциально то, что сейчас для крупных, особенно компаний в Соединенных Штатах Америки, ну и для средних, мелких технологических стартапов очень важно, потому что то количество регулирования, которое сейчас сопровождает тот или иной бизнес, особенно на уровне стартапов, технологических новых продуктов и идей, очень велико, существенно задерживает прогресс, и Трамп планирует этим заниматься. И да, если потом вернуться к словам сына Трампа, потенциально это может сработать, потому что многие, особенно крупные бизнесы в Соединенных Штатах Америки, жалуются, как на примере Илона Маска переводит свои бизнесы из одного штата в другой штат. И это происходит не только от того, что, например, стоимость поддержания бизнеса в Калифорнии очень высока, но также еще и потому, что очень большую есть регуляторку, соблюдение которой приводит к необоснованно высоким расходам и снижению эффективности и конкурентоспособности выпускаемых продуктов. Особенно на текущем очень быстром, быстроменяющемся глобальном рынке технологическом, в котором сейчас идет фактически технологическая война между Китаем, Индией и Соединенными Штатами Америки. Ну что ж, будем следить за развитием событий, в том числе и в США. Отмечу, на прямой связи с нашей студией был Турал Гаджи, партнер компании Deloitte. Спасибо вам. Спасибо. Итак, Венгрия и Турция продолжают укреплять отношения, особенно в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярта по итогам визита в Анкару. Подробности в следующем материале. Сотрудничество между Турцией и Венгрией достигло беспрецедентных высот. Анкара и Бутапешт планируют расширить свое партнерство в нефтяной сфере. О достигнутых между сторонами договоренностях сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярта по итогам визита в Анкару. Достигнута договоренность о том, что ведущие нефтяные компании Венгрии и Турции, МОЛ и ТПАО, начнут стратегическое сотрудничество, в рамках которого есть возможность привлечь МОЛ к геологоразведке и добыче новых нефтяных месторождений в Турции. И есть вероятность, что турецкая нефтяная компания появится и на венгерском энергетическом рынке. Это новая стратегическая цель, которую необходимо достичь в ближайшие годы. Венгрия стала первой страной за пределами региона, куда поступил природный газ из Турции, отметил Петер Сиярта. В этом году объем поставок достиг 275 миллионов кубометров. Сейчас Турция и Венгрия договорились о продолжении сотрудничества в следующем году. Сотрудничество между Венгрией и Турцией никогда не было таким хорошим. Оно никогда не было таким эффективным, как сейчас. Это сотрудничество никогда не приносило столько пользы Венгрии или Турции, как сейчас. В этом году мы достигли очень важной стратегической вехи. Мы купили 275 миллионов кубометров природного газа. Достигнута договоренность, что мы продолжим это сотрудничество, и турецкий природный газ продолжит поступать в Венгрию и в следующем году. Сиярта также отметил, что торговый оборот между двумя странами достиг рекордных высот. Расширяется сотрудничество в банковской сфере с железнодорожным строительством. Кроме того, Турция продолжит играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Венгрии. Турция в значительной степени способствует обеспечению безопасности поставок природного газа в Венгрию. В этом году по трубопроводу «Турецкий поток» через Турцию в Венгрию поступило более 7 миллиардов кубометров природного газа. Это гораздо больше, чем за весь прошлый год. В нынешнем году было доказано, что действующий турецкий трубопровод способен выдержать распределение более 20 миллионов кубических метров в сутки. При этом венгерский министр напомнил, что администрация президента Джо Байдена включила «Газпромбанк» в санкционный список. Это поставило Турцию и Венгрию в затронительное положение при оплате газовых поставок. Петр Сиарта заявил, что Анкара и Бутапешт будут контактировать и по этому направлению, чтобы решить проблему. Министр выразил уверенность в том, что сотрудничество между Венгрией и Турцией будет и дальше развиваться и приносить взаимную выгоду. Тем временем в Москве прошло заседание Совета глав правительств СНГ, где обсуждались ключевые вопросы, определяющие будущее сотрудничества в регионе. В центре внимания оказались усиление торгово-экономических связей, развитие транспортных коридоров, вопросы экологии и культурно-гуманитарного обмена. Участники Совета акцентировали внимание на исполнении имеющихся договоренностей и создании условий для реализации совместных проектов. В Москве 12 декабря состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. На повестке дня стояли вопросы, определяющие будущее регионального сотрудничества. Участники обсудили, как усилить торгово-экономическое взаимодействие, развивать транспортные коридоры, увеличивать объёмы поставок и сохранять экологический баланс. Не остались без внимания и культурно-гуманитарные связи, а также раскрытие научного потенциала стран-участниц. Кроме того, особое внимание было уделено выработке путей достижения взаимовыгодных результатов в ключевых сферах сотрудничества. Тесное взаимодействие, сложившееся между нами за годы совместной работы, позволяет решать все поставленные перед нами задачи в атмосфере доверия и взаимопонимания. Участники совета обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие транспортных коридоров и увеличение объёма поставок. Отмечена роль системного подхода к выявлению и устранению имеющихся препятствий. Ключевую роль в развитии торгово-экономической кооперации играет расширение транспортных коридоров. В этом отношении особое внимание уделяется трансконтинентальным транспортным маршрутам, особенно по направлениям запад-восток и север-юг. Торгово-экономическая кооперация тесно связана с развитием транспортных коридоров. Сегодня логистика играет ключевую роль, а в некоторых случаях определяющую роль в развитии стран и отдельных регионов. Учитывая географию и содружество, приоритетным для наших экономик остаётся развитие транзитно-транспортной инфраструктуры и поиск альтернативных цепочек поставок. На фоне современных экономических и политических вызовов, а также стремительно меняющихся условий в международной обстановке, страны СНГ демонстрируют стремление к укреплению сотрудничества. Исполнение на практике реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, позволяет не только сохранять динамику взаимодействия, но и открывать новые горизонты для совместной работы. Вопреки отрицательным внешним факторам, темпы совместного развития к нашему общему удовлетворению прибавляют позитивные обороты. Во исполнении решений, принимаемых на уровне глав государств и правительств, поступательно развивается торгово-экономическое, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество. На пространстве СНГ создаются благоприятные условия для продвижения перспективных совместных проектов в энергетике, промышленной и транспортной инфраструктуре, образовании, науке, культуре и в других областях. Подводя итоги встречи, главы правительств стран СНГ подчеркнули свою приверженность углублению интеграции. Подписан ряд важных соглашений, в том числе в цифровизации транспорта, гуманитарном сотрудничестве, подготовке кадров для пенитенциарных учреждений, водной безопасности и судостроения. В целом, члены СНГ ориентированы на укрепление экономических, образовательных и культурных связей, модернизацию инфраструктуры и обеспечение устойчивого развития региона. Сабина Мурадова, Сибиси. Теперь ситуация на мировых рынках. Цены на нефть эталонных марок незначительно дешевле после снижения по итогам предыдущих сессий. Негативным фактором для рынка нефти стал прогноз Международного энергетического агентства, которое накануне понизило оценку роста спроса на нее в 2024 году – 78 тысяч баррелей в сутки. В нем ранее свой прогноз на 2024 год также ухудшило ОПЕК. Тем временем, падение котировок сдержали сообщения СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает более жесткие санкции в отношении экспорта российской нефти. Таким образом, стоимость февральских фьючерсов на марку Brent составила 73,36 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI опустились до почти 70 долларов. Что же касается азербайджанской нефти, то ее стоимость составляет 76,15 доллара. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Их стоимость коррекционно снижается. С начала года цены на золото выросли более чем на 31%, чему способствовал цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Стоимость золота сегодня составляет 2709,20 доллара. Серебро также опустилось в цене и продавалось по 31,46 доллара за тройскую унцию. Стоимость платины на сегодня превышает 935,5 долларов. И в завершение об американских фондовых рынках, которые продемонстрировали негативную динамику на данных об ускорении производственной инфляции. Доу-Джонс опустился по итогам шестой сессии подряд, чего не происходило с середины апреля, отмечает MarketWatch. В результате индекс Доу-Джонс опустился на 0,53%, значение S&P 500 потеряло 0,54%, NASDAQ опустился на 0,66%. И на этом наш выпуск завершен. До встречи в следующих эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok